Камеру для записи игры взяли в аренду у коллег из клуба «Алтай Баскет». Звуковую аппаратуру принесли из дома. Матч состоится в любую погоду, вот только не без этих вещей. Таковы требования регламента. В режиме эконом. Коммунальщик живет ровно 4 месяца. Все это время приходится искать, доставать и краить. По-другому вряд ли получится. Пожар на домашней арене в конце весны разделил сезон на два отрезка. Нервотрепка лишняя для меня, да и для девчонок. Оно внешне никак вроде бы и не сказывается. Конечно, где-то в глубине души, даже не в глубине, а там, что как, что будет. И никто не вышел. Передача классная. Мир, это классная передача. Но ты-то уходишь. Вы все уходите, а? После происшествия Владимир Кобзев ушел с поста главного тренера. Перед этим заблаговременно подготовил замену. Сейчас командой руководит именитый тренер Валентин Апельганец. С командой познакомилась еще в начале лета в Волгодонске. Сотрудничество стороны этой осенью решили продолжить уже на алтайской земле. Дебют в Барнауле в качестве наставника-коммунальщика пришелся на матч с метростроем. Дебют более чем удачный. Желто-зеленые обыграли серьезного соперника 2-1. Для меня самое важное, наверное, то, что девчонки не сломлены. Потому что, наверное, когда у тебя воруют кошелек, и ты оказываешься бедным, и тебе некому помочь. Но здесь много откликнулись. Наверное, один, может быть, из откликов был с моей стороны. Сам теперь уже экс-наставник занял пост, как он сам говорит, менеджера. В экстренной ситуации пришлось пожертвовать тренерской работой. На первую выездную серию элементарно не хватало клюшек. Нашли. Нашли амуницию и минимальный набор медикаментов. В результате все лето коммунальщик вынужден был латать дыры. Благо, помогли меценаты. Плохому танцору там мешает, но, тем не менее, когда игроку у него свое орудие, он к этому привык, к своей амуниции. Да, действительно, мы вначале привыкали, пока там обыграли свои клюшки. Там было не совсем комфортно. Но, тем не менее, сейчас уже прошел такой период, и мы уже забыли, если честно. Вот кроме вот этих стен нам ничего уже не напоминают. Напоминать о себе стены будут минимум до весны 2017-го. На этом месте одна из частных строительных компаний планирует возвести жилой дом. Для пессимистов ремарка на первом этаже и в подвале откроют для клуба тренажерный зал. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.